Победа ковалась не только на передовой и не только оружием. Победа ковалась еще и тяжелым трудом тех, кто работал на фронт и для фронта. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией огромен. Кто же они? Почтальоны. Весточка из дома поднимала боевой дух солдата. Письмо от родных было важнее любого обеда. К почтальону бежали, а получив заветный конверт, танцевали от счастья. Представьте себе сложность работы военного почтальона, когда у адресата есть только фамилия и номер войсковой части. И эта войсковая часть находится в постоянном движении под шквальным огнем гитлеровцев. Пекари. Готовить еду – простое и приятное занятие, но только не в тот момент, когда твой город находится в кольце блокады. В декабре 41-го на человека в Ленинграде выдавалось всего 125 граммов хлеба в день. Пекари делали его из чего могли. Отскребали от стен мучную пыль, добавляли отруби и жмых. И в те страшные дни, когда хлеб ценился на вес золота, они сами получали ровно такую же пайку, как и все остальные. Разве только она еще не успевала остыть. История помнит пекарей, которые умирали от истощения, не имея морального права взять себе лишнего куска хлеба. Кинооператоры. Кинооператоры, военные корреспонденты и фотографы. Люди, чьим оружием было перо, фотоаппарат и кинокамера. Только благодаря им у нас есть архивные записи тех страшных лет, запечатленные на пленке подвиги русских воинов. Фронтовая камера вмещала всего 30 метров пленки, минуту экранного времени. И когда солдаты перезаряжали свои ППШ, операторы перезаряжали камеры. Метеорологи. За годы войны советско-военно-воздушные силы произвели около 4 миллионов вылетов, за каждым из которых стоял труд военных метеорологов. Данные о предстоящей погоде были настолько ценные, что передавались в зашифрованном виде. Так, узнав, что 7 ноября из-за нелетной погоды немецкая авиация не сможет поднять в воздух ни один бомбардировщик, на Красной площади провели военный парад, который был очень важен для боевого духа советских солдат. А благодаря знанию о высоте снежного покрова через месяц было начато танковое контрнаступление. Рабочие. Ну и, конечно, простые рабочие. Когда все мужчины призывного возраста ушли на фронт, на заводы, производящие оружие и боеприпасы, пришли пенсионеры, домохозяйки и подростки. Во второй половине 41-го года их пришло на эвакуированной фабрике 2 миллиона человек. Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт. Таким был главный лозунг тех лет. Война потребовала отружеников тыла величайшего самопожертвования. 12-летние дети работали полные смены в холодных цехах, эвакуированных заводах. Конечно, было еще множество других профессий, и рассказать обо всех мы просто не успеем. Это водители, переводчики и связисты, строители и техники, шахтеры и летейщики, портные, прачки, кинологи и даже заводчики почтовых голубей. И каждый из них своим трудом по крупице приближал нас к победе.